МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в детстве мы для себя решаем, будем ли мы искать в жизни повода для радости или повода для огорчения и страданий. Это решение принимается неосознанно. Это его во многом определяет наша семья и атмосфера нашего дома. Взрослому человеку под силу изменить его, научиться видеть во всем светлую сторону. Сегодня мы разберемся, как перестать страдать. Здравствуйте, друзья! Где у нас Рима, у которой каждый день умирает мама? А что мама делает? Она живет в Подмосковье, а я живу в Москве. Она манипулирует тогда? Да, она может позвонить поздно вечером и сказать, «Ой, у меня очень высокое давление, вот мне плохо» и так далее. И я не понимаю, что мне делать в этой ситуации. То есть мама на самом деле человек здоровый. Точно никто не умирает. Точно, да. Но она требует внимания. Есть, к сожалению, исторический невроз, при котором люди действительно считают, что у них сейчас сердце разорвется, а это неврологические боли, а кардиограмма идеальная и так далее. Есть еще медицинская интоксикация, когда все находят у себя все болезни. Вот мама ваша, она о чем? Она первая, первый вариант. Вот. Ну, а маме сколько лет? 80. Ну, к сожалению, это уже... Да. Если вы спокойно за маму и считаете, что нормально все, то сказать, «Мама, хорошо, давай завтра созвонимся, ты мне расскажешь какое-то с утра давление». Сами можете сказать, «Мам, как давление?» Нормально. То есть спокойнее отнестись, не бежать, сломя голову, если вы, конечно, уверены в том, что мама, нормально все. То есть вы как бы эту ситуацию отпускаете, идете дальше. Но когда маме 80 лет, ты это уже не пошутишь. Поэтому, если вы считаете, что все хорошо, и мама относительно человек здоровый, то, мам, давай с утра мы к этой теме вернемся. Ну, дай бог ей здоровья. Спасибо. Спасибо. Очень интересная история с Ольгой. А Оля, чтобы вы понимали, отказалась от помощи бывшего мужа, да? Польза ребенка. А потом, когда вспомнила, у мужа деньги закончились, бывшего. И что у нас сейчас в связи с этим, Оля? У нас получилось так, что он поставил вопрос, я забеременела, говорит, «Давай я тебе дам сумму денег, но ребенка видеть и знать не хочу». Я, естественно, сказала, что я не согласна, и я хочу, чтобы ребенок, ну, хотя бы знал, кто его отец. мы сошлись на том, что ежемесячно он будет давать какую-то помощь, извините, просто для меня это, ну, болезненно такое. А вы сейчас из-за чего расстроены, скажите мне? Сейчас расскажу. Вот. Из-за денег? Можно сказать, что из-за этого. Не надо так из-за денег убиваться, Оля. Ну, мы покупаем квартиру, и он дает нам помощь какую-то, и видится с ребенком. Я и отец ребенка. Для того, чтобы я с ребенком в ней жила. Так. Значит, мы начали весь этот процесс покупки квартиры. В момент он теряет работу и говорит, что долг за квартиру я отдавать не буду. А долг был не перед банком, чтобы вы понимали. Это было заемное средство у третьих лиц. И мне эти третьи лица дали две недели на то, чтобы я нашла недостающую сумму в 9 миллионов. Я, естественно, за две недели ее не нашла. У нас отобрали квартиру. Я оставила ребенка без отца. И, ну, вот. В каком смысле вы оставили ребенка без отца? Ну, отец сам оставил ребенка. А зачем вы на себя берете? Ну, в противном случае я бы хотя бы имела эти деньги. Как перестать себя винить в том, что я не взяла эти деньги? Очень просто. Вы когда отказались, у вас же были какие-то свои соображения? Ну, безусловно, да. Я хотела, чтобы ребенок хотя бы знал, что это ее отец. Ну, что-то изменилось с тех пор? Вы сейчас по-другому думаете? Да. Этого человека я уже, ну, не готова пускать в нашу жизнь. Подождите, пожалуйста. Он чем привинился? Тем, что у него денег нет? Тем, что из-за того, что он отказался от своих обязательств, у нас отобрали квартиру в третьей лице. Я считаю, что он не отказался, что он обанкротился. Ну да, но он повешал это все на меня, и после этого ни с ребенком, ни со мной видеться не хочет, ни желает. А до этого виделся? Ну, периодически, конечно. И не помогает абсолютно ничем. Ну, из этого-то можно будет. Вы решили и в свое время правильно решили, зря вы сейчас от этого отказываетесь, что ребенку в какой-нибудь, пусть ущербной форме, но нужен хоть в каком-то виде отец. И когда вы принимали решение, вы точно знали, что вы правильно все делаете. Но как только возникла ситуация, что нет денег, вы тут же передумали, почему вы отказываетесь от своих собственных решений. Так это не я отказываюсь, это он отказался. То есть он, представляете, нас на новогодние праздники с ребенком вышвырнули на улицу. Я понял. Я в другом. Ну и еще будут квартиры. И он ничем не помог абсолютно. То есть он даже не приехал, нас не собрал. Я была вынуждена в течение двух суток перевозить маленького ребенка, искать в Москве квартиру, понимаете? И никакой нематериальной помощи, неморальной. То есть он это все на меня повесил. Но это с ним было и заранее известно. Вы же когда сказали, что вы беременны, он сразу отказался от вас, от ребенка. Вы плачете, как будто у вас огромное разочарование в жизни постигло. Я плачу из-за того, что я сейчас оказалась на съемной квартире с ребенком. И по сути мне сейчас ребенку нечего дать, понимаете? Ребенку сейчас всего лишь 11 месяцев. То есть я продолжаю там сидеть с ним дома. Ну, я работаю, но тем не менее. То есть когда я принимала это решение, я заботилась об интересах ребенка. Чтобы у ребенка от этого отца, якобы, осталась хотя бы квартира. А сейчас от отца остались только шубы, туфли, понимаете, и сумки. Все. Послушайте меня. Вы себя вините в том, что вы не виноваты. Дело в том, что вы с самого начала беременности знали, что кроме вас за ребенка никто не отвечает. И отец ребенка сразу отказался от ребенка, притом так кардинально отказался, чтобы вообще ни слуха, ни духа не было. Вот тебе деньги типа. Но вы впереди, чтобы дальше не плакать, на себя рассчитываете. И тогда не будет слез. На будущее. Вы должны уважать свои решения. Вы их не уважаете. Когда вы их принимали, вы точно знали, зачем вы это делаете. Я понимаю, что повторись сейчас, я бы точно так же поступила. И я понимаю, что я поступила правильно. Оля, я вас призываю вот к чему. Махнуть рукой на ситуацию с квартирой и с деньгами, потому что рано или поздно у вас будет своя квартира, у ребенка будет свой дом. Сами заработаете, и все у вас будет нормально. А сейчас просто подумайте о том, что ребенку нужна счастливая, жизнерадостная мать, которая не кивает на этого отца ребенка, а просто живет позитивно, эмоционально. И перестает рыдать из-за денег и упущенных возможностей. Это все-навсего квартира и какое-то количество миллионов рублей. Спасибо. А где у нас Вера? Здравствуйте, Михаил. А у Веры 13-летний сын, который ею манипулирует. А как он манипулирует, Вера? Ну, когда он не получает компьютер свой для длительного просмотра. В том числе ночью. Когда он лишается компьютера, он начинает использовать весь свой арсенал. Ну, например. Я воспитываю троих детей одна. Мы живем с тремя детьми. И 13-летний бьет шестилетнего. То есть мне надо все время защищать. Ну, подождите. Вот какую цель преследует? Он берется, чтобы ему компьютер дали. Да. Так. Устраивает беспорядок в комнате. Совершенно невозможная атмосфера в доме в связи с этим. То есть у меня с утра и вечером скандал. Смотрите. Во-первых, надо разобраться, в чем причина. Причина, может быть, в том, что он, как самый старший, не чувствует себя ребенком. И поэтому пытается таким негативным способом вызвать внимание матери. Понимаете, да? Если вы ему говорите, ты большой, ты старший, уступи. Обычно детей это бесит, потому что они хотят быть детьми. Понимаете, о чем я? Я понимаю, о чем вы говорите. Я вижу причину в том, что ему не хватает общения со сверстниками. А почему? Ну, он как-то мало общается. Значит, ему хватает, если он не хочет общаться? Мне, как матери, кажется, что если бы он ряд вопросов решал в общении с себе подобными, по возрасту хотя бы, то он... А почему он с ними не общается? Он в школу ходит? Он ходит в школу, но... Друзья там есть? Есть общение, но он с какого-то возраста... То есть мою версию вы отвергаете? Я ее продумывала, прорабатывала, но не получается результат. То есть там нет ревности к мелким? Безусловно, она есть, но она вот... Еще и до рождения младшего ребенка была ревность. У нас даже собака в доме ревнивая. Подожди, а тогда, когда не было младшего ребенка, ревность кому была? Мало внимания, мало сладкого в тарелке, мало вкусного. Понятно. Хорошо. Значит, вопрос у вас в чем? Как мне перестать страдать от этого? Ну, поддаваться манипуляции, конечно. Ну, что... Нет, поддаваться манипуляции не надо никак, ну, а как вам быть, если он, например, создает проблему, которую вам все придется решать? И беспорядок, и драки, и так далее. Я вам посоветую дальше и тогда закручивать гайки. Гаджеты все должны быть полтора часа максимум в будний день и максимум четыре в выходной. Это не обсуждается, это не торгуется, или так, или вообще никак. Если парень не понимает, а у него переходный возраст, сейчас побертать начался, то тогда, значит, ему говорят, слушай, ну, ты так себя ведешь, что, да, давай еще больше сократим. А если ты и дальше будешь себя так вести, то у тебя, например, не будет там в течение двух дней компьютера. Если будешь упорствовать, у тебя недели не будет. Ну, давай так поиграем. Говоря по-русски, вы взрослая женщина, он маленький ребенок. Или вы ему проигрываете, будучи взрослым человеком. Да, к сожалению. То есть у нее нет никаких ценностей, за которые можно уцепиться. Практически, да. Если вы ситуацию отпустите, что будет? Ну, он будет компьютер смотреть ночью, соответственно, школу. Нет, нет, не с компьютером, а вот компьютера нету, а он начинает бесчистовать. Я очень страдаю от этого. Эмоционально реагирую, и мне плохо у себя в своем же доме. Давайте так, по порядку. Беспорядок в его комнате, и его проблемы, беспорядок в общей зоне. Он лишается каких-то вещей. Ему надо заранее об этом сказать. Что если он будет гадить везде, то проблемы начнутся у него. И дальше вам надо планомерно это делать. Доброжелательно и твердо. Не страдать, не переживать из-за того, что он делает, а таким образом воспитать его. Он должен понимать причину следственной связи, что если он будет гадить, он за это будет расплачиваться. Более того, и можно заранее объяснить, что за что полагается. И попытаться все-таки быть взрослым человеком, с ребенком, и так себя вести. Спасибо. Здравствуйте, Елизавета. У вас проблема в том, что все мужчины пытаются вас упрощать. И вы спрашиваете, а где те, которые любят таких независимых и сложных? Расскажите поподробнее. Ну, все мужчины даже не то, что меня упрощают. Они меня просто гонобят, обесценивают. Конкретно проходятся по внешности, по способностям, талантам. И как встретить мужчину, который, наоборот, будет вдохновлять, поддерживать. И также, почему боятся независимых женщин, они бегут от них. То есть вы обобщаете про всех мужчин мира. То есть все, сколько мужчин-то было, которые вас гнобили. Ну, я часто хожу на свидание, уже на свидание, в принципе, все видно, что человек... И что, например, они говорят такого? Ну, они могут задеть внешность. Ну, например, что мужчина, вот вспомните, что он мог сказать? После свидания мне мужчина сказал, что ты не так накрашена. Как бы он хотел видеть. А вы ему говорите, ты вообще не накрашен, да? И ничего, сижу с тобой. Ну, потом я уже, мне кажется, это просто он сам внешностью не очень казался. И как бы хотел меня вот так вот ущемить. Ну, до себя поместить. А как вы выбираете мужчин для свидания? Где вы их находите? Что это за мужчины? Ну, вообще, я всю жизнь выбирала успешных мужчин. Ну, я человек творческий и на работе. То есть я везде хожу, общаюсь. Смотрите. Никто не убережен от таких мужчин. Я бы обобщать не стал, что они все такие. Совет у меня будет гораздо проще. У вас есть бессознательное влечение к таким мужчинам. Вы, собственно, их и выбираете. А потом они раскрываются. Вы говорите, а чего вот они так ведут себя со мной? Потому что вы бессознательно таких выбираете. Почему? Обычно потому, что кто-то вас опускал в детстве. Ну да, у меня папа как бы не всегда в меня верил. Ну да, родители критиковали, да? Да. Вот. Поэтому советую для того, чтобы у вас либидо изменилось, вам начали другие, нравится. Простой. А одно гнутое слово, и вы говорите, все, типа, давай на этом закончим. Не надо углубляться туда. Не надо продолжать отношения, разговоры, свидания. То есть как только он сказал то, что он не должен говорить, и вам это не нравится, вы на этом можете соскочить. Что произойдет? Они вам перестанут нравиться. Так как вы будете первые уходить, то через какое-то время вам будут нравиться другие мужчины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александра, вы напуганы смерти близкого человека, да? Да. То есть вот эта мысль о том, что человек молодой, ровесник, и жизнь может оборваться в любой момент... От ковида у меня? Моя. Нет. А что? Сердце. Нет, сердце просто так не приводит к смерти. У сердца бывает атеросклероз сосудов, инфаркт, миокарда. Инфаркт, инфаркт. Сердце, инфаркт, миокарда просто так не бывает. Другой вопрос, что человек, может быть, не обращался за помощью, да? Он никогда не думал, что у него есть проблемы с сердцем. Так это не работает. Вопрос в том, чтобы вы нормально жили, пока вы живые, понимаете, какое дело? А вы вместо этого гробите свою жизнь из-за смерти близкого человека. Первый раз человек начинает пугаться смерти лет в 10-12. Почему? До этого возраста он считает, что он, его родители, бессмертны. Но к этому возрасту он обычно кого-то уже хоронит. Обычно это бывает бабушка или дедушка. Или видит чью-то смерть. Родственников там, на кладбище, неважно. И первый раз его торкает ребенка. Знаете, вот эти детские страшилки, черная рука, это как раз вот на 10 лет приходится. А вам в 46. Когда это произошло? В 19-м году. А сейчас какой год? В 21-м. То есть вы просто застряли на чужой смерти, да? Да. Вот в этом-то ся и проблема, что и все время, когда мысли появляются об этом, страх возобновляется. А давайте я вас прямо сейчас успокою. Был у меня такой случай. Лекция у меня была. Встала женщина и говорит, я вот тут развелась 5 лет назад, у меня маленький ребенок, и сейчас у меня новый мужчина, он мне делает предложение. Но я очень боюсь, что опять кончится разводом. Все, что мне делать? Говорит, женщина, выходите замуж, все, вы умрете в конце. Легче стало, Александр? Надо жить в удовольствие. Это всех касается. Где у нас Мария, у которой после тяжелого расстояния появилась жуткая тревожность и контроль? Маша, в каком смысле здрасте расставание было тяжелым? Вообще, я страдаю от тревожности, и несколько лет назад у меня был ряд негативных событий, потерь, я бы так сказала, в том числе расставание. А что такое тяжелое расставание? В чем тяжесть расставания? Я очень тяжело переживала, мне очень не хотелось терять эти отношения. То есть я как бы... То есть вы не по своей инициативе расстались? Инициатива, вообще-то, последняя точка была с моей стороны, но до этого я долго терпела, в общем-то, не хотелось терять эти отношения, скажем так. И что вы после этого стали все контролировать? А смысл какой? Я не могу этот процесс в том числе проконтролировать. Но вы же как-то для себя объясняете, что когда я контролирую, то я какие проблемы решаю? Я пытаюсь решить, я так понимаю, не потерять, хотя я понимаю, что это... А как одно связано с другим? В каком смысле? Не понимаю. Как контроль дает вам ощущение, что вы не потеряете? Мне кажется, он не дает мне этого ощущения. Это просто попытка. Поэтому я от этой тревожности страдаю. В чем ваш вопрос? Как избавиться от нее? Смотрите, от нее это от тревожности. Да. Тут есть два варианта. Если это психологически такой легкий уровень тревоги, да, то вам надо просто что-то отпускать. Вам будет сначала плохо, начнется ломка, вы будете переживать и так далее. Ну, например, многие люди, когда уходят из дома, они волнуются, что они не выключили утюг, не перекрыли воду. Вот как им быть, да? Сказать, ну, я себе другую квартиру куплю, если что. Это тяжело, но отпускает. Если у вас клинический уровень тревоги, то есть вы вообще какие-то вещи даже сделаете, не можете, например, там, аэрофобия, да, не можете лететь на самолете, то вам нужен врач и антидепрессанты, у которых противотревожная терапия. Тут я не могу сказать, глядя в ваши красивые глаза, какой уровень вашей тревоги. Теперь, если мы говорим про молодых людей, вам надо иметь в виду следующее. Все эти отношения, они как бы из детства. И вы что-то такое боялись в детстве, связанное с родителями, например, что вас оставят, на пятидневку сдадут в интернат. И теперь вас это очень нервирует, когда вы боитесь, что что-то может произойти, и кто-то опять уйдет, например, вы останетесь одна. Вам надо быть готовой потерять горячо любимого человека. А вы готовы? Я к этому движусь, потому что я понимаю, что именно это, этого мне и нужно достичь. как только, говоря по-русски, вы что-либо в своей жизни обесцениваете, оно сразу становится не таким страшным. Да. Потому что если это ваш мужчина, то он никуда не денется. Когда у вас будет такое отношение, тогда вас отпустят и тревога, и контроль. Я вам желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и спрашивает меня Татьяна. Да? Здравствуйте. А их он изменится. У вас все будет хорошо? Нет. То есть, уже не надо моих комментариев, вы же ли себя решили. 20 лет прожила с мужем, трое детей, после последнего предательства, то есть, оно было неоднократно. А в чем предательство? Ну, измена. В каком смысле последнее? Это неоднократно было. То есть, это ваш выбор был, да, дальше? Да, да. Рожать, терпеть. У меня в душе, кроме самооценка, ниже Плинтуса, естественно. Ну, это самое начало. Когда замуж походили, она уже упала. Наверное. Чувство обиды, вины. А вы до сих пор туда лезете, да? А вдруг, типа, он изменится? Ну, он просто жил, вот, нарцисс, не знаю, это начиталось я умных слов. А ну, вы абьюзер. Эгоист. Он вас... Он никогда не ставил, обесценил наши отношения, меня, детей. Ну, а зачем вам туда лезете? Да я не знаю, что это. Это, к сожалению, большая проблема. Вы невротик, у вас невротические отношения. Нормальных у вас никогда, видимо, не было. Вы даже не очень понимаете, о чем идет речь. Насколько у людей могут быть нормальные, счастливые отношения и так далее. Поэтому вам не хватает этих эмоций, страданий и переживаний. Потому что, когда вы с ним расстались, раньше он вам это давал, вы могли пожаловаться, сказать, как мне тяжело. Он нарцисс, он эгоист, он обесценивает меня, он обесценивает моих детей. А сейчас даже не на кого пожаловаться. Вас тянет обратно туда. Потому что, к сожалению, вы за 20 лет семейной жизни, а с детством еще больше, привыкли к страданиям. И у вас источник страдания забрали. И вот вы сейчас переживаете именно из-за того, что как бы нету этого источника. Вы не без него, вы именно потому, что его нет, страдаете. И как с этим бороться? Ваш любимую игрушку забрали. Тяжелый вопрос. Вы должны перестать психологически вести себя как жертва. Что это значит? Вы должны стараться жить как вам нравится. Не как надо, не как правильно, а как вы хотите. Вы должны практически на нет свести все, что вы не хотите делать, но вынуждены. Вот как только вы начнете что-то делать, перестав быть жертвой, у вас начнет меняться психика. И через какое-то время вы забудете вашего мужа вообще, как будто вы никогда не было. Но до тех пор, пока вы прогибаетесь и делаете то, что вам говорят, муж не самое плохое и то, что с вами произошло в жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, которая знает, что может в работе больше, но пасует в последний момент. В каком смысле вы пасуете? Могу типа сделать лучше, но не буду? Нет, не в этом. То есть у меня страх в том, что я не справлюсь, я недостаточно хороша, и я даже не иду туда. То есть были моменты, когда, например, у меня была мечта, например, поступить на актерское. Я разговариваю с как-то, ну, художественным руководителем, да, у кого бы я училась. Он говорит, увидимся в сентябре. Я говорю, почему в сентябре? Я же еще не пришла. Он говорит, увидимся в сентябре. Ну, то есть он мне дает понять, что у меня много шансов. Вот. А я даже не пошла. То есть у меня настолько страх вот проявить себя, показать себя, что я недостаточно хороша. Получается, страх как-то некрасиво себя показать и быть отвергнутой. Я себя чувствую, как маленький ребенок. И я в этот момент просто не справляюсь и под одеялко. Как я могу взрастить в себе опору сама и, ну, вот... Глядь, надо понять, почему вы так себя ведете. Вы имеете очень низкую самооценку. Это выражается в том, что вы себе сами не доверяете, считаете, что у вас не получится. Но что еще хуже, вы боитесь в глазах других людей показаться несостоятельной. То есть вы еще и зависимы от... Ну, когда у человека низкая самооценка, то она поднимается или опускается в зависимости от менее окружающих. Вот сейчас институт нарциссов упоминали. У нарциссов проблема в том, что они живут только любовью чужих людей, а своей у них нет. Вы, конечно, не нарцисс, но проблема именно в этом. В том, что вы абсолютно зависимы от окружающих. К сожалению, зависимы от этой низкой самооценки и так далее. Для того, чтобы эту проблему решить, вам надо сосредоточиться не на том, как вы будете выглядеть, а на том, что вы хотите. Не надо спрашивать никого о том, как вы делаете, хорошо или плохо. И тогда вы постепенно начнете жить своей жизнью. Постоянное недовольство, разочарование, раздражение. Неужели вы действительно до конца жизни хотите это испытывать? Если вам страдать уже надоело, радоваться вроде бы и нечему, поищите внимательно. У вас наверняка найдется хороший повод испытать радость. Найдите ее и сравните свои чувства. Подумайте, что вы хотите продолжить страдать или радоваться. Выбор только за вами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин